В конкурсной комиссии рассказывайте, как давно ли занимаетесь? Да уже 5 лет, если не больше. Сиреневые, белые, красные. Такое буйство красок поселилось на клумбах во дворе на Беляева 9. Цветы здесь появились благодаря заботе двух пенсионерок – Нелли Успенской и Риме Челноковой. В основном многолетники посажены, потому что меньше ухода требует. А так однолетники высаживаем. В прошлом году у меня петуни было много и бархатцы. В этом году петуни не взошла, семена плохие оказались, значит, только бархатцы в основном. Нелли Успенская – одна из участниц конкурса «Цветущий город». Этот проект организован городскими властями. Задача – сделать череповец красочнее и привлекательнее. В этом году свою лепту в украшение города решили внести более 50 участников. Жюри уже посмотрело 27 работ. Еще столько же предстоит оценить в августе. Мы сегодня видим разные очень работы, работы в исполнении, в цветочном исполнении. Есть, которые восхищают, есть, которые немножко разочаровывают. Но мы уверены в том, что с каждым годом наш город должен делать все красивее и красивее. Большой интерес к конкурсу проявили и предприниматели. Хозяева магазинов и кафе оказались неравнодушны к внешнему облику любимого города. Нам хочется, чтобы город был красивый. И помимо того, чтобы не только город, но и наш магазин радовал не только внутренне, так скажем, но и внешним убранством. Поэтому нам хотелось бы, чтобы город был яркий, красивый, ну и, в общем-то, радовал глаз. В этом году появилась новая номинация «Цветы детям». Одно из условий – обязательное участие юных череповчан. В эту номинацию заявился коллектив детского сада номер 130. Это многолетний труд. И мы решили, что мы, наверное, уже достойно участвовать в таком конкурсе. Детский сад у нас всегда летом в цветах. Готовились мы, конечно, готовились. Мы хотели показать, что вот цветы и дети, вот, допустим, вот по этим фигуркам, по всяким, по цветам, что дети принимают активное участие в насаждении вот такой красоты. Итоги конкурса «Цветущий город» жюри планируют объявить в сентябре. А пока у череповчан еще есть время, чтобы подать заявку на участие в проекте. Очень радостно, что в конкурсе по сравнению с тем годом приняло два раза больше участников. Подали заявки. Это уже положительный тренд. Надеюсь, он дальше будет улучшаться. Надежда Анохина, Сергей Меньшаков и Ма Череповец.